Выбор героя литературного квартирника для организаторов проекта всегда сложная задача. Активность поклонников поэзии и прозы в нашем городе практически непредсказуема. Но есть среди авторов и те, кто выступает с аншлагом каждый свой приезд. Активность поклонников поэзии. Конечно, мы просматриваем статистику, кто интересен публике, но и сами обязательно мы, всех своих гостей мы очень любим, ценим. И они нам, естественно, интересны. То есть мы их читаем, следим за их жизнью. Такие проекты, как литературный квартирник, это большая редкость и огромное счастье для Челябинска, потому что здесь можно пообщаться с прекрасными людьми, насладиться культурой. Чтение прозы со сцены. Начиналось все как-то чтение моей прозы со сцены мною и различными актерами российскими. Но переросло все это в достаточно большой такой проект, в котором есть уже, наверное, более 20 писателей и 50 актеров. Но, конечно, 80% контента – это мои рассказы так или иначе. В наш век, когда люди читают в основном свои телефоны, с легкой руки Александра Цыпкина стала трендом литературу слушать. Рассказ должен быть коротким, рассказ должен содержать большое количество сюжетных поворотов и интересен для чтения со сцены, потому что все-таки это не совсем литература. То, что подходит под исполнение со сцены, два часа людям слушать текст, должно быть любопытно, интересно, захватывающе. Я пишу истории, которые, конечно, задевают человека, но сказать, что мне требуется вдохновение, сидеть у камина, думать, ждать муза – нет. Это все со мной не работает. У меня сверху капают временные рамки, которые меня ограничивают очень сильно. Он очень точно подмечает детали и как он их преподносит, как он их расшифровывает и подает слушателю или зрителю. К счастью, догадался не открывать WhatsApp. Полные заняты переписки. Начал писать смс про тиктовку любующих носов жены. Максим Иванович. Это переходит все границы. Я очень люблю свою жену. И никому не позволю угрожать нашему семейному счастью. Давайте закончим любое общение, как личное, так и деловое. И не вздумайте звонить людям. Формат литературных чтений – это такое приобщение к прекрасному. И это всегда очень наполняет, всегда впечатляет себя по-новому каждый раз. Меня привлекает его жизненность, потому что, в принципе, он не скрывает, что он берет сюжеты реально из жизни. И герои – это вот те люди, которые живут среди нас, можно так сказать. Очень много комичного. У него очень остроумные диалоги, остроумные ситуации. Мне кажется, на данный момент он самый интересный автор. Мне нравится его слог, его подача. Вот последний его фильм «Прощай, любимый» просто поражает. Легкий слог и актуальные темы. Юмористические истории и серьезные рассказы зрители воспринимают одинаково тепло. А любители уединиться с книгой еще и получают возможность подписать экземпляр у автора и даже сделать селфи. Куда же без этого?